Темпуру-бату, говорит Патеревский, явление не патологического свойства, а биологического, поскольку оно является естественным элементом исполнительского искусства. Ритм – это порядок. Но порядок музыки не может осуществляться с размеренностью движения космических планет или однообразием часового механизма. Хотя, надо сказать, исторически это очень второе особенно, однообразие часового механизма, оно очень повлияло, конечно, на ритмику и на утверждение тактовой ритмики, между прочим, с регулярностью сильного и слабого времени, которое, как это тоже зафиксировал Винсан Дэнди, было тоже представлено, было понято как ритм. Это метрическая фикция была многими понята как ритм. Это, к сожалению, случилось. И до сих пор мы пожинаем плоды этого преступления. Часовой механизм. В одно время, кстати, появились маленькие часы, появилась минутная стрелка в наших часах и утверждение тактовой ритмики с регулярными тактовыми чертами. Условно говоря, последняя треть 17 века. Изобретение Гюйгенса, которое мы все помним, наверное, с школьной физики, голландский изобретатель, математик, механик, как раз вот это изобретение подарил Европе европейской музыке накануне рождения Себастьяна Баха. Чуть и реально это случилось. И, конечно, это увлечение мерным движением и реально звучащей пульсацией мерной на протяжении всей композиции. Оно есть и в музыке Баха, конечно. Это главнейшая примета старинного итальянского стиля. Смотрите Бранденбургский концерт и многое другое у Баха. Но это лишь одно из проявлений движения на обратии часового механизма. Ритм продолжает Бадыревский отражать органику человеческой жизни во всех ее проявлениях и потому он подвержен игре настроений и чувств радости и печали. Не существует абсолютного ритма. По мере развития музыкальная композиция, смотря и тема, меняет свой характер и, соответственно, меняется ритм. Он должен быть энергичным или тонным, жестким или пластичным, статичным или порывистым. Ритм – это жизнь. Человеческое сердце, наш внутренний метроном под наплывом чувств перестает биться ровно. Врачи называют это аритмией. Ну вот, как будто на специальном Падыревскому заочно отличал Генриеву старочный гаусс. Пианисты, в общем, стали школы, но, видимо, уже советская выучка дала знать себя и в своих заметках, а вот и пианов искусством, среди прочего, как раз ровно произносит это же слово – аритмия. Но уже со знакомыми минусом. Что вот не должно быть в игре пианистов этих качаний, которые подобны аритмии. Ну, конечно, это, наверное, плохо. Лучше, чтобы сердце было здоровым. Аритмия, да, но никуда не денешься. Конечно, хорошо быть богатым, здоровым и счастливым. Но, увы, практика показывает, что это редко получается все совместить и даже по отдельности. И медики нам постоянно напоминают, что мы все недоуследованы здоровым. Это естественное проявление жизни. Ровность и неровность. Аритмия – это такое же и природное явление, и для музыки оно естественное. Не нужно его оттуда искусственно изгонять, что и происходило усилиями многих. Конечно, Нейгауз тут не одиночка, понятно. Просто такая вот буквальная полемика диалога заощря возникает с Падыревским. Может быть, он его и имел в виду, кстати говоря, не исключено. Все-таки Нейгаузы из тех же земель происходят. И Гаги был, кстати говоря, кузеном Карла Швановского. «Музыка тоже должна пользоваться свободой. Говорить одна, как говорит никем не перебиваемый наш язык. Тем более, что при пении и разговоре пользуются не совсем одними и теми же органами. Музыка сложилась как особое искусство сама по себе, благодаря самой себе, без помощи слов». Ну, это, конечно, некоторое преувеличение, которое допустил Ирбан Готфрик Гердер. Но понятно, почему он это говорит. Начиналась великая эра немецкой чистой инструментальной или абсолютной музыки, которой ей нужны слова. И в традиции которой стали возможны Мендельсоновые песни без слов. Это, в общем, нонсенс. Если так задумываться, мы просто уже привыкли. Но для своего времени это было что-то из-за того, песни не могут быть без слов. Они по определению – это то, что поется со словами. Но вот этот новый идеал чистой инструментальной музыки, даже песням не нужны слова. Они настолько ясно определенно говорят, эти самые звуки говорящие. «Музыка, – продолжает Гердер, – есть дух родственной глубочайшей силе великой природы, движению». И о движении дальше напоминал Гансик, Эрнс Курт в своих книгах «Основы линейного контрапункта. Романтическая гармония» и ее кризис в Тристане на Вагнера. Матисс Люси в его теории музыкального выражения «Движение пьесы представляет аналогию с походкой путешественника. Последний соразмеряет движение со свойствами пути. Музыкант соображается со складом исполняемого. Но как бы ни была правильна и однообразна дорога внимания, проходимая путешествующим сама пленая, должна произвести усталость и замедлить шаг. Поступ его оживляется и ускоряется лишь ввиду желанной цели, возбуждающей его энергию и силу». Вот это уже последнее на закате этой великой эпохи, для которой вначале был ритм, вначале было движение, вначале был орнамент. И движение пронизывает собой все, все пребывает в движении. Почему, если у вас движется тональность, модуляция, должен оставаться неизменным термом? Почему, если у вас меняются знаки, альтерации при ключе, обозначение новой тональности, остается неизменным темпом? Почему меняется рисунок фигурации, приходят новые темы, возвращаются старые, а темп должен быть все тем же? Метр должен быть ровно тем же, который обозначен в самом начале пьесы при ключе. Бывают такие случаи, когда обозначенный метр композитором так и не появляется на протяжении всей пьесы. Бывают такие парадоксальные случаи. Это самая комиссия видимого и слышимого такта, в которую замечательно писал в своё время Жерон-Жерезе де Менди. В категорической форме Ленсандо Денди сформулировал этот закон движения, закон экспрессии по его выражению, во многом уже под влиянием теории музыкального выражения Матисса и Люси, изучающего швейцарского пианиста и теоретика. Чувство музыкального выражения не исчерпывается ясным сознанием тональности, наклонения, размера и ритма. Оно обнаруживается всего более высокой впечатлительности по отношению ко всяким уклонениям от тональности, наклонения, размера и ритма. Продукт такой впечатлительности даёт музыкальное отражение, как результат борьбы и возбуждённого состояния души артиста. Но дело не только в исполнительской воле музыканта, но и в композиции композитора в первую очередь. Выразительность – это проявление чувств и значения по отношению друг к другу. Вот оно ключевое – соотношение. Как всё познаётся в сравнении, так и экспрессия делается соотношением. Смысл экспрессии заключается в передаче чувств и впечатлений посредством тех или иных характерных изменений, затрагивающих одновременно ритм, мелодию, гармонию музыкальной речи. Более конкретно в данной связи можно указать на агогику выразительные аспекты ритма или экспрессивные аспекты ритма. Далее, динамика – это аналогичный выразительный аспект мелодии. И, наконец, третье – модуляция – выразительный аспект гармонии. Так вот, не гармония, мелодия, ритм сами по себе, а уклонение от них, то есть, соответственно, модуляция, динамика и агогика. Понятно, что последняя модуляция, гармония с модуляцией, за это отвечает композитор. Он это фиксирует в тексте. Но вот два другие, особенно, конечно, ритм с агогикой, это уже может сделать только исполнители. Какими бы ни были подробные, тщательно вывесанные, называемые ритмические рисунки композиторов, но они всего лишь рисунки. Расстояние от рисунка до подлинного ритма, наверное, такое же, как, еще раз напомню, изображение гималаев на физической карте до подлинных настоящих гималаев, даже хотя бы их вида, натуральную величину, дистанцию. Не говоря уже об опыте переживания, прибывания этих самых гималаев, попробовать туда забраться. Почему же знак равенства между рисунками и ритмом? Нет, это нонсенс. Ну и динамика с мелодией тоже, конечно, динамика, это уже тоже только в исполнении получается, как бы ни были зафиксированы все форты, пиано, крещенди, диминуенди композиторам в нотном тексте. Это, еще раз, это, конечно, отдельный большой разговор про то, чем стал текст для нас, музыкантов, и композиторов, и исполнителей в особенности, и теоретиков, и аналитиков тоже, конечно. Тут тоже нас в чувство может привести Генрих Шенкер, который напоминает. Это заблуждение, что текст дает точное указание исполнителю к исполнению. Нет, текст, который оставляет композитор, дает всего лишь, фиксирует всего лишь желаемый эффект, не более того. Желаемый эффект, а как этот эффект, и насколько удалось, между прочим, композитору его зафиксировать, это тоже отдельный вопрос. Может быть, не очень удача. И тогда задача исполнителя вообще понятия, что он тут в конце концов хотел сказать. Как в сердцах находился Карнук, по-моему, чертова побери Сибириуса, что он тут в этой четвертой симфонии хотел рассказать, когда уже десять раз продирижировал ею. А вот разгадать эти самые рисунки, это всего лишь рисунки, узелки на память, чем они были, в общем, во времена Моцарта еще. И только позднейшая иллюзия, которую сотворили подробные, детальные тексты нотные, где все, кажется, до последней мелочи зафиксировано, иллюзия вот такого самодостаточного, равного словесному вербальному тексту, который достаточно только грамотно прочитать, и все в порядке. То, что Григорий Соколов в своем аспирантском реферате, что есть истина, назвал «игрой, как попало». Выучиваются ноты, к ним прилагается какая-то динамика, какие-то темпы, и все готово. Вот какие-то, да, вот какие-то. И получается «игра, как попало». Так вот, конечно, получается, что большая часть работы ложится на исполнителя, динамика и агогика. Это как вот сказка о мертвой царевле, да, чтобы ее оживить, надо окропить сначала мертвой водой, чтобы срослись части тела. Но этого недостаточно, нужна еще живая вода, чтобы она задышала, кровь стала пульсировать, ее вернуть к жизни. Вот это двуединое действие, двуединый процесс, которым занят сначала композитор, мертвая вода, текстовая вода, и живая вода исполнительная. И то, что случилось, мы к этому чисто время идем, получился смысл с формами, с красками, со словами, с рисунками, с геометрией, с театральной драматургией, философией, поэзией, прозой, кино, живописью, архитектурой, скульптурой, динамика, фоническая сторона музыки, в которой формируются вот эти квазипредметные сущности, пространство подобия, которое, кстати говоря, здорово развивается в XIX веке с помощью оркестровой звукописи и такой звукописной изобразительности. Оно подарило, собственно, ритм, движущуюся субстанцию музыки, где она сама по себе, вот как она и есть, без прикрас. Так сказать, голая ее суть – это ритм, движение, время. А Гогика пала, причем был очень верно выбран, да, объект. А Гогика пала, и с ней темпо рубато, пали жертвой вот этого окостенения музыкальной субстанции. Спасибо. Спасибо.